Реализация имущества как процедура при банкротстве гражданина. В отчете финансовый управляющий так и укажет, что конкурсная масса не сформирована, имущества для включения в конкурсную массу отсутствует. Стоит ли банкротиться, если есть имущество? Реализация имущества как процедура при банкротстве гражданина. Стоит ли банкротиться при наличии имущества или при отсутствии? Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт в банкротстве физлиц, завершила более 250 процедур, также обучая юристов. Что такое банкротство? Банкротство – это установленная законом процедура освобождения добросовестного гражданина от всех имеющихся долгов. При условии, что гражданин не может восстановить свои платежеспособность, простым языком, не может платить по своим обязательствам. Процедура банкротства состоит из процедуры реструктуризации долгов, может быть не введена. Процедура реструктуризации долгов у меня будет посвящен следующий выпуск. Процедура реализации имущества – это когда гражданин признан несостоятельным банкротом. Об этой процедуре в этом видео и пойдет речь. И мировое соглашение заключается крайне редко. Что такое процедура реализации имущества? Когда будут списаны долги? Что будет во время этой процедуры и после? Для чего она вводится? Об этом и пойдет речь в этом видео. Предположим, что вы собрали необходимый пакет документов для вашего банкротства, подали документы в суд, суд принял документы к производству и назначил дату первого суда. Дата первого суда назначается в интервале от 15 дней до 3 месяцев. Как правило, так. Как раз в дату первого суда суд и определяет, какую процедуру ввести. Либо это будет процедура реструктуризации долгов, об этом, как я сказала, будет следующий выпуск. Или это будет процедура реализации имущества, когда вы уже будете признаны несостоятельным банкротом, и суд вынесет соответствующее решение. Процедура реализации имущества вводится сроком до 6 месяцев. Как правило, может продлеваться. По итогу, при завершении данной процедуры, от долгов вы в полном объеме освобождаетесь. Гениально! Зачем она вводится, эта процедура реализации имущества? Я хочу, чтобы вы понимали, когда суд утверждает финансово управляющего по вашему делу, цель управляющего как раз выявить ваше имущество, включить это имущество в конкурсную массу. Что это такое конкурсная масса? Конкурсная масса формируется за счет как раз продажи имущества при наличии такового и за счет доходов, разницы между прожиточным минимумом и официальным доходом заработной платы, к примеру, должника. Финансово управляющий, цель его максимально пополнить конкурсную массу и погасить требования ваших кредиторов. Кстати, от непогашенной части, если денег вырученных не хватит на погашение требований ваших кредиторов, вы освобождаетесь. Также важно знать, вы освобождаетесь и от тех требований, которые не заявлены в деле о банкротстве. То есть те требования, которые ваши кредиторы не захотели предъявить вам в рамках процедуры банкротства, по ним вы также освобождаетесь. Главное, чтобы вы понимали, что вот эти долги, обязательства, которые вы хотите списать, возникли до даты возбуждения процедуры банкротства, простым языком, до даты подачи документов в суд. Что будет, если у вас нет имущества или, к примеру, есть только единственное жилье? Кстати, важно знать, единственное жилье, оно неприкосновенно в рамках проведения процедуры банкротства, кроме ипотеки. Если ваше имущество обременено ипотекой, то есть оно в залоге, сохранить его в рамках банкротства не получится. Что касается, если у вас нет имущества, что будет? Процедура банкротства завершится и от долгов вы также освободитесь. Отсутствие имущества не является препятствием к вашему банкротству. В отчете финансовый управляющий так и укажет, что конкурсная масса не сформирована, имущества для включения в конкурсную массу отсутствует. Прежде чем я отвечу на часто задаваемые вопросы, стоит ли банкротиться, если есть имущество, стоит ли банкротиться, если нет имущества, попрошу каждого, кто смотрит это видео, поддержать меня, поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал. Меня это мотивирует для вас больше записывать полезного контента и регулярно проводить прямые эфиры раз в неделю. Итак, поехали дальше. Стоит ли банкротиться, если есть имущество? Почему бы и нет, почему бы и не списать в себя долги? Только важно знать, что все имущество с момента признания вас несостоятельным банкротом будет как раз включаться в конкурсную массу, за исключением единственного жилья и каких-то предметов домашнего обихода, личных вещей и так далее. Готовы ли вы расстаться с вашими активами, с вашим имуществом? Если вы готовы расстаться, то можно смело инициировать банкротство и от долгов освобождаться. Если вы не готовы расстаться с вашими активами и хотите их сохранить, варианты существуют, как это можно сделать в рамках закона. Однако не все имущество можно сохранить. Если вам нужна помощь в этом вопросе, рекомендую проконсультироваться. Консультации у меня, у моей команды бесплатные, контакты будут в описании под этим видео. И да, кто не знает, важно знать, совместно нажитое имущество также включается в конкурсную массу. Простым языком, если вы купили имущество в период брака и оно оформлено на вашего супруга, а вы являетесь дружняком и хотите банкротиться, то это имущество, которое оформлено на вашего супруга, будет включено в конкурсную массу. Как этого избежать и возможно ли лучше обсудить на бесплатной консультации? Стоит ли банкротиться, если нет имущества? Ответ – да. В принципе, об этом факте я уже разъяснила, что отсутствие имущества не будет препятствовать вашему банкротству и освобождению от долгов. Но важно знать, что имеют значение и иные обстоятельства дела, как, к примеру, наличие сделок у вас подозрительных за последние 3 года, размер официального дохода, общий размер долга, ваша добросовестность – это все в совокупности определяет, подходит вам банкротство или нет. Опять же, если вы сомневаетесь, подходит вам банкротство или нет, и если вам нужна помощь в проведении процедуры банкротства под ключ, я с командой работаю по всей России, контакты в описании. Что происходит во время процедуры реализации имущества? Нужно ли ваше участие при проведении этой процедуры? Нет, ваше участие не требуется, работает финансовый управляющий, напомню, что его утверждает суд, и ваш представитель. При необходимости, если нужно дать какие-то объяснения суду, проверить вашу добросовестность перед подачей документов в суд или обосновать вашу добросовестность во время банкротства, работает ваш представитель. То есть, ваше участие не требуется. Что касается финансового управляющего? Что делает он при проведении процедуры реализации имущества? Он делает запросы в государственные органы, чтобы выявить имущество, которое за вами зарегистрировано или за вашим супругом при наличии. Также уведомляет всех известных кредиторов, делает публикации в коммерсанте, в ЕФРСБ, проводит финансовый анализ. Это обязательно устанавливает, как правило, что вы не можете установить платежеспособность. Далее также выявляет признаки преднамеренного или эффективного банкротства и делает соответствующее заключение и так далее и тому подобное. То есть, достаточно большой объем работы проводит финансовый управляющий, чтобы по итогу вашу процедуру банкротства завершить и чтобы вы, в том числе, были освобождены от долгов. Важно знать, во время процедуры реализации имущества вы будете получать только прожиточный минимум на вас и иждивенцев при наличии. Это при условии, что у вас есть официальный доход. Это актуально для тех, у кого официальный доход выше, чем прожиточный минимум. Получать вы будете этот прожиточный минимум с момента признания вас несостоятельным банкротом, когда суд вынесет решение, до завершения процедуры, как правило, до 6 месяцев. Может продлеваться процедура. Напомню. Прежде чем я разберу, что будет после завершения процедуры банкротства, минута рекламы. Чем я могу вам помочь, чем я могу быть полезна? Во-первых, это проведение процедуры банкротства под ключ по всей России до результата и сохранением имущества и защитой от коллекторов. Далее, это для граждан, у которых нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах. У меня есть курс по самостоятельному банкротству, где вы с помощью моего юриста проведете процедуру банкротства. Также будет вам представлена гарантированная кандидатура надежного финансового управляющего, которая банкротит вас за депозит плюс расходы без доп. оплат. Третий вариант, это для тех, у кого вообще нет денег и кто хочет разобраться в банкротстве, понять, как самостоятельно провести процедуру, как найти финансового управляющего. У меня есть лекции по самостоятельному банкротству за 990 рублей. Контакты будут в описании, как ее приобрести. И в-четвертых, я обучаю юристов нюансам банкротного дела, чтобы юристы стали экспертами по банкротству физлиц и могли, помогая людям, зарабатывать на этом достойные деньги. Итак, что будет после банкротства? Кульминация. От долгов вы в полном объеме освобождаетесь, единственное жилье ваше сохраняется, доходы вы будете получать полностью без каких-либо удержаний, то есть всю вашу заработную плату или иной доход. Также вы сможете выезжать за границу, вы сможете покупать, продавать имущество, вы сможете жить полноценной жизнью, как будто у вас никогда не было долгов и кредитов. Есть ряд последствий касаемо банкротства, они не существенны, на эту тему у меня есть отдельное видео, ссылка будет в описании. На этом все, если вам было полезно, поддержите меня еще раз, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, до встречи в следующих видео.